...звуков, всем ли хорошо слышно? Давайте отрегулируемся. Судя по всему, слышно у нас хорошо. Замечательно. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем виртуальном пространстве. Мы приветствуем вас, Россия! Мы приветствуем вас, Украина! Казахстан, Узбекистан, Молдова! Добро пожаловать! Понять сейчас попробуем что-то сделать. А сейчас лучше? Дайте знать, пожалуйста, мы тут подрепетировали немножко звук. Сейчас хорошо? Замечательно. Спасибо. Беларусь! Фу! Конечно, Беларусь! Мы всех приветствуем! Всем хотим пожелать радости, хотим пожелать сейчас внимания, настроенности. Хочу попросить вас сейчас приготовить блокнот и ручки, чтобы делать себе какие-то пометки, которые потом помогут настроиться на нужный флаг и вспомнить, о чём мы сегодня с вами будем говорить. Потому что сегодня очень важная тема, одна из самых главных. потому что какими бы техниками мы не обладали, сколько бы замечательных важных книг мы не прочитали. Техника — это только часть вопроса, только часть, пол-дела. Но самое главное — это энергия, самое главное — это настрой. Почему при прочих равных условиях у кого-то получается, а кто-то продолжает топтаться на месте? Почему про кого-то говорят, ему везёт, а про другой всё время считает себя обделённым и говорит, «Ну, вот такая доля у меня, или это для кого-то, это не для меня». Это очень важный момент, и недаром клип, песню, которую сейчас мы поставили перед началом вебинара, особенно нашей сегодняшней темы, как она называется, основная фраза, которая звучала на протяжении всей песни. Всё зависит от нас самих. Это абсолютная правда. И вот об этом будем сегодня говорить. Хочу попросить вас реагировать на наши вопросы. Можно выражать свои эмоции какими-то знаками, какими-то словами. Тем самым мы будем воссоздавать живую атмосферу. Нам очень не хватает ваших глаз. Это замечательно, что есть такая возможность нам общаться в виртуальном пространстве и собирать с разных стран, с разных городов, охватывая площадь в тысячи километров. Это десятки тысяч. Это очень радует. Но поскольку ваших глаз очень не хватает, реагируйте, пожалуйста, в чате. И вопросы себе помечайте на полях, и потом где-то у себя, чтобы они не ушли в чате, не пропали без ответа. И в конце на вопросы обязательно ответим. Сейчас мы хотим поговорить о слагаемых успехах в нашем бизнесе, потому что любая сеть, любая дистрибьюторская структура, любая лидерская сеть, любая компания сетевая проходит определенные этапы. И я думаю, что даже не сетевая, вообще любая компания проходит определенные этапы. Мы с вами уже практически два года отработали. И здесь очень важно отметить, что мы очень много сделали с вами. И вы сделали много. И большинство наших лидеров, я не побоюсь этого слова, я всегда это говорю, пашут. Спахивают с утра до вечера для того, чтобы создавать бизнес. И очень многое уже сделано. Но в любом случае все зависит от видения, от того видения бизнеса, как мы с вами понимаем бизнес. От того, насколько компания, топ-лидеры, лидеры среднего звена, дистрибьюторы, клиенты, потребители, насколько мы одинаково смотрим на эту жизнь, на этот продукт, на этот бизнес. И я еще раз хочу сегодня повторить, что наши четкие принципы, наше понимание бизнеса и жизни, что не бывает плохого продукта. Есть мой продукт, и есть продукт, который не мой. То есть, если продукт не устраивает, нужно искать тот продукт, на котором вам комфортно строить бизнес. Не бывает плохих или хороших компаний. Есть компания, в которой я строю бизнес, и есть все остальные. Не бывает плохого или хорошего бизнеса. Есть бизнес мой, и есть бизнес любые другие виды бизнеса. Это наша четкая позиция, и мы всегда рекомендуем, прежде чем подписывать контракт с новым человеком, прежде всего, ответить вместе с ним на эти пункты. Если вам нравится этот продукт, вы можете на нем выстраивать бизнес. Если вам нравится этот способ бизнеса, то добро пожаловать. Если вам комфортно, и внутри вы чувствуете себя в нашей компании, в своей тарелке, добро пожаловать в компанию Индиго Холдинг. Сегодня мы будем говорить именно об этом. Как правильно, быстро и эффективно можно построить сети, преуспевающие сети, можно добиться успеха, построить серьезный бизнес в компании Индиго Холдинг. Для нас это очень важно, и мы считаем, что очень важно, чтобы у нас с вами были абсолютно одинаковые понимания этих процессов. Потому что, разговаривая, общаясь с нашими различными лидерами из разных городов и стран, мы понимаем, что все-таки есть определенное недопонимание в каких-то нюансах, в каких-то вопросах, в которых, вероятно, есть смысл проговорить с большой трибуны от имени компании сегодня и много раз мы еще будем повторять, принципы построения бизнеса. Как создаются большие сети? Как создается большой, серьезный сетевой бизнес? Как люди зарабатывают тот самый желаемый пассивный доход, ради которого, вероятно, большинство лидеров приходят в сетевую компанию? Как создается энергетический поток, который помогает нам прийти к вершинам и при этом получать удовольствие, а не чувствовать себя выжатым лимоном? Как прийти к такому состоянию, когда все складывается, вот когда состоит в состоянии, вот как будто бы все для меня. И люди притягиваются, такие, с какими нам комфортно. И обстоятельства в жизни выкладываются самые, что ни на есть, удобные. И начать сегодняшний вебинар мы хотим высказывания одного из самых богатых людей в мире, в истории человечества. Это первый долларовый, реально, статистически первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер, который жил в начале 20 века. И вот эта фраза, которая, мне кажется, очень... это манифест нашего бизнеса. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас. Вот это то, что важно понимать всегда, вообще с самим собой и в общении с новичками. Потому что очень часто приходят люди и говорят, мы не можем себе позволить купить один или два флакона вашей продукции. О чем это говорит? Это значит, что у вас нет денег? Это значит, что надо делать бизнес срочно, прямо сейчас. Вот это очень важная отправная точка, с которой мы сейчас начинаем. Мы сегодня хотим немного препарировать наш бизнес для того, чтобы каждый из вас смог увидеть простыми человеческими фразами наш бизнес изнутри. Надеюсь, что в течение этого часа у нас с вами это получится. Высказывание еще одного, одного из первых в истории человечества миллиардеров, да, это Пол Гетти, американский промышленник, ну, это уже человек, который жил в 60-70-х годах 20-го века. Но фраза, которую он сказал, она войдет в аналы финансовой независимости, в аналы бизнеса. Лучше я буду получать 1% денег как в результате усилий 100 человек, чем 100% в результате своих собственных усилий. Это еще один манифест нашего бизнеса, потому что сетевой маркетинг – это много-много людей, объединенных одним продуктом, одним бизнесом, одной компанией, которые могут пользоваться для себя, которые могут продавать, которые могут строить сети, которые могут делать и то, и другое, и третье. Но это много людей, которые делают небольшие усилия. И сетевик, лидер – это тот, который может в результате организационной, своей собственной организационной деятельности получать небольшой процент от усилий тысяч и тысяч людей. И вот каждый человек, приходя в компанию сетевого маркетинга, в том числе, конечно же, в нашу с вами компанию, может абсолютно получать. Причем в нашей компании это не один процент от ста человек, это в среднем пять процентов от тысяч и тысяч дистрибьюторов. Вот это высказывание, это мысль, и это главная идея бизнеса, которая лично меня всегда грела и греет. Это то, что я всегда говорю своим партнерам, это то, что… в чем заключается смысл этого бизнеса. Да, Женя, совершенно верно. Эта правда всегда была для нас определяющей. И есть в жизни какие-то фундаментальные установки, которые мы получаем, которые оказывают на формирование нашего пути, которые влияют, по влияниям которых мы предпринимаем какие-то шаги в своей жизни. Мы хотим сегодня вам с вами поделиться своими определяющими установками. Поэтому, если кому-то хочется просто заработать немного денег, в нашей компании это возможно. Но наш сегодняшний вебинар для тех, кто хочет строить серьезный, долгосрочный, прибыльный бизнес, для тех, кто хочет зарабатывать многие-многие тысячи, реальные тысячи долларов, каждый месяц, не один раз при закрытии рангов, а каждый месяц, потому что постоянно действующая сеть, это прежде всего регулярные бонусы, потому что это регулярные клиенты, регулярные продажи, регулярное потребление, регулярное подписание. Об этом мы сегодня будем говорить. А лидер это тот, кто занимается организацией всего того, что перечислил людей? Поэтому пассивный доход, немного о пассивном доходе, потому что это сегодня абсолютная реальность для тысяч успешных людей в мире. Вот выдержка из международной электронной свободной энциклопедии из Википедии, в которой говорится. Пассивный доход – это доход, не зависящий от каждодневной деятельности, является составной и органической частью такого понятия, как финансовая независимость. Но так как это входит уже в экономические словари и электронные, и реальные, и интернетные словари всего мира, то это значит, что пассивный доход – это если не мечта, то абсолютное желание многих и многих миллионов людей. Вы с нами согласны? Обратите внимание, доход, не зависящий от каждодневной деятельности, это значит, что это фундамент, который необходимо выстроить в течение нескольких лет, который потом даст нам ту самую желаемую финансовую свободу. Подтверждение этих слов высказывание Роберта Киасаки, одного из самых известных популяризаторов финансовой свободы, финансовой грамотности в мире, автора книг «Бедный папа, богатый папа» по драму денежного потока, его высказывание, наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам. Вот это очень важно понимать, что в бизнесе вообще, а мы никогда не разделяем, еще раз хочу здесь заметить, это принципиальная наша позиция, MLM бизнес в принципе ничем своим основными какими-то целями и задачами не отличаются от любого другого классического бизнеса. Мы немного другими дорожками идем, но в принципе MLM это неотъемлемая часть общего корпоративного бизнес-сообщества. Поэтому в классическом бизнесе ни один бизнесмен не планирует и понимает, что это абсолютные реалии, что раньше, чем через два года невозможно начать получать более-менее серьезные результаты, начиная от вложений. В MLM же серьезные результаты люди могут начинать получать уже через 12 месяцев. Вот это очень важный момент. И мы уже много раз говорили об этом колесе, да, это такая метафора. Метафора нашей жизни и усилий, которые мы предпринимаем, и наших ожиданий, что самое главное. Представьте себе, что вот все эти корзинки, которые вы видите на колесе, колесо обозрения, все видели в жизни, правда? Кто катался, наверное, все катались, кто не катался, тот четко знает, что это такое. Представьте себе, что 365 корзинок на нашем колесе. Корзинки — это дни, которые мы наполняем своими делами, мыслями, поступками, какими-то движениями ежедневными. И для того, чтобы из этой и следующей корзинки что-то взять, необходимое нам для того, чтобы жить, для того, чтобы питаться, одеваться, путешествовать, нам необходимо в эту корзинку что-то положить. Согласны? Это ваше колесо, состоящее из 365 корзинок. Для того, чтобы из очередной корзинки завтра что-то вытащить, это значит, что вчера вы должны были в нее что-то положить. Согласны? А теперь анализируем. Мы вытаскиваем из своих корзинок то, что мы в них закладываем в течение года. И если сегодня вы принимаете определенное решение, уже сегодня никому доказывать не надо, что находясь на том же уровне мышления либо продолжая делать те же самые действия, завтра невозможно получить другие результаты. Если мы хотим завтра другой результат, сегодня нужно начинать делать другие действия. Но при этом еще очень важно понимать, что если сегодня вы начали, вы осознали, вы поняли, вы приняли душой и мозгом, и телом советы и рекомендации своих спонсоров, как вы начинаете это делать, неразумно ожидать быстрых результатов завтра, послезавтра, через месяц. Необходимо наполнить корзинки, необходим полный цикл. Какой диаметр у колеса у каждого свой? Это формируется, связанно со многими факторами в нашей жизни. Поэтому, но в среднем... Минимальный цикл одного колеса, вот одного проворота колеса жизни в сетевом бизнесе – это 12 месяцев. И никак не меньше. Рано говорить о какой-то статистике раньше, чем 12 месяцев. Рано делать какие-то выводы. Надо отработать эти все 12 корзинок, наполнить их по максимуму, и только тогда мы правы ожидать, что мы вытащим из своей корзины все то, что нам необходимо. Быстрых результатов не ждите. Замечательно сказал по этому поводу Орен Баффет. Вы видите, что ссылки на авторитет, который мы используем в этом вебинаре, это все миллионеры, миллиардеры, миллионеры, люди, которые умеют это делать. Умели, умеют. Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто потребуется время. Вы не получите ребенка через месяц, даже если вы оставите за беременной 9 женщин. Конечно, Женечка, конечно, умница, не просто подождать, не просто сидеть и ждать, когда пройдут 12 месяцев, потому что свершится чудо. При этом нужно их наполнять, нужно активно действовать, активно наполнять эти кардинги. Мы хотим еще раз сегодня остановиться на картинке, метафоре Роберта Киосаки, метафоре о том, как распределяются все категории людей, зарабатывающие деньги, тем или иным способом на планете Земля. Он условно разделил людей на 4 категории. Первая категория — это рабочие. Рабочие по найму — люди, которые обменивают свое время на деньги. Люди, которые получают зарплату. Люди, которые понимают, что завтра их могут уволить, и они останутся без зарплаты. То есть это люди, которые понимают, они меняют свое время на деньги, но это не приводит их к финансовой состоятельности, так как в результате не остается ни времени, ни, к сожалению, денег. Поэтому в левой части квадранта находятся люди, которые меняют свое время на деньги. Вот второй квадрант — это специалисты. Это люди, которые, в принципе, не работают за зарплату. Это нотариусы, врачи, у которых есть своя практика, свой кабинет, там, донтисты, парикмахеры, косметологи, визажисты, скажем, люди, у которых есть там, свой гараж, там, который делают какой-то частный бизнес, ведут, но их доход абсолютно зависит от того времени, которое они лично вкладывают в свой бизнес. И вот здесь формула «Killers Dreams», как мы ее называем, да, 40 лет, вот, левая часть, левая часть квадранта, да, это 40 лет люди работают за зарплату, 40 часов в неделю, а потом, выходя на пенсию, получают 40% от своей зарплаты. Вот это очень важный момент, который важно понимать, как устроена первая часть квадранта «Kiyosaki». Дальше идет вторая часть квадранта «Kiyosaki». В правой части это люди, которые инвестируют свое время и силы в создание собственного бизнеса. это категория «Бизнес», в правой части и категории «Инвесторы». И в правой части находится всего 10% людей планеты Земля, но в их руках 90% денежных средств. Вот это очень важный момент, который нужно понимать. Чем отличается категория «Б» от категории «Ф», да, то есть, чем отличается большой бизнес от специалистов и мелких предпринимателей? Тем, что в бизнесе, в серьезном бизнесе вы можете оставить свой бизнес на 3 месяца, на 6 месяцев, на год, вернуться через какое-то время и найти свой бизнес как минимум на том же уровне, не ниже доходности, чем вы его оставили. Вот это разница между категорией «Б» и «С», между второй и третьей категорией. Ну и, конечно, инвесторы – это те люди, которые уже практически получают чистый доход от вложенных средств в различные проекты, недвижимость, бизнес и так далее. Соответственно, мы всегда говорим, в какой части квадранта находитесь вы сегодня. Протестируйте себя. Протестируйте себя. Обычно задавая этот вопрос и обсуждая сетевиков, сетевик обычно – это человек, который находится между вторым и третьим квадрантом. Мы хотим быть в третьем квадранте, но, в принципе, менеджеры и консультанты сетевых компаний – это в основном люди, которые через второй квадрант имеют шанс прийти к третьему и к четвертому. Поэтому здесь, конечно, уместна великая фраза Роберта Киосаки, что самые богатые люди в мире создают сети, все остальные ищут работу. Вот это очень важный тезис, который мы всегда повторяем. Вот это очень важно понимать, чтобы понимать, куда мы стремимся. И мы хотим здесь еще привести очень важную цитату из книги, которую мы постоянно вам рекомендуем, из книги, которая постоянно рекомендована для наших лидеров как настольная книга в бизнесе. Это «Дума и богатей» Наполеон Хилл. Это книга, которая занимает уже 60 лет второе место после Библии и самое читаемое в мире, особенно в бизнес-сообществе. Чем дольше вы идете к успеху, тем он становится ближе. «Слишком многие бросают дело за шаг до победы». Запомните, этот шаг сделают другие. Обратите внимание на картинку, которую мы здесь нашли, что очень часто люди долго идут к своей цели, не получая результат. И если вы видите, да, вот нижняя картинка, когда человек, буквально ему осталось еще несколько ударов киркой, несколько сделать встреч, несколько презентаций, несколько продаж, и вот эта алмазная жила, алмазный аккорд будет в его распоряжении. Но 90% этого не делают и уходят, опуская руки. Особенно я хочу вам сегодня к вам всем обратиться. Вот то, что я наблюдаю и хочу проговорить ситуацию, которая происходит на рынке СНГ, особенно в феврале-марте. Я хочу ее проговорить, она очень важная. Если вы обратили внимание, ну, у нас, в принципе, практически это не коснулось только Казахстана, а вот Россия, Украина, Белоруссия, Молдова очень сильно почувствовали, что вот люди, которые занимаются парфюмерией и косметикой, вот статистика, да, у нас февраль-марк самые лучшие месяца были всегда. Ну, по крайней мере, за те 15 лет, что я занимаюсь этим. Но кризис так сложился таким образом, да, вот в наших с вами странах, что февраль-март это было дно кризиса. Это очень важно, об этом говорят очень многие экономисты, аналитики, политики и многие президенты стран, что февраль-март, это был, вот особенно март, был самая тяжелая ситуация на рынке. Рынок России, рынок Украины, Белоруссии, Молдовы отреагировал очень сильно на падение местных валют, очень сильно снижением покупательского спроса. И то, что я вижу и слышу, мы каждый день общаемся с нашими городами, странами, с лидерами, у людей опускаются руки, потому что, ну, уже если там 8 марта, 23 февраля объем продаж был такой, как в январе, то, что ж говорить, все, жизнь закончилась, и кризис, караул, все, что будет дальше, у людей паническое состояние. Я хочу еще раз абсолютно осознанно заявить, что март месяц, к сожалению, это наш с вами один из самых лучших месяцев в году, но март месяц был, это было дно кризиса. Апрель месяц, конечно, всегда мы знаем с вами, особенно те, кто уже давно в бизнесе, не дадите мне соврать, что в апреле у нас всегда пасхальные, предпасхальные, послепасхальные дни, когда люди больше озабочены какими-то продуктами питания, чем парфюмерией, косметикой, и всегда в декабре, феврале, марте уже, в общем-то, клиенты, скажем так, поднабрались парфюмерии и косметики на подарки, и апрель всегда он месяц такой не самый лучший, но рынки начали оживать, вот это вот мертвая точка пройдена, и рынки, где-то к первому апреля рынки наших стран начали оживать, и вы увидите, что, и я об этом всегда говорил, говорю и буду говорить, рынок никогда не будет только вниз идти или только вверх. Сейчас главное делать свое дело, продолжать делать те действия, которые каждый из вас знает и делает, и вы увидите, что рынок отыграет. Клиенты никогда не бывает такое, чтобы каждый первый покупал, и никогда не бывает такое, чтобы не покупал никто. Вот это очень важное, что нужно понимать. Поэтому сейчас у многих наших лидеров происходит то, что происходит в легкой атлетике, в спорте. Если вы знаете, когда полностью перекрывает дыхание, человек уже буквально остается немного до дистанции, если вы занимались бегом или когда-то бегали, может быть, в школе или в молодости или сейчас занимаетесь, вы знаете, что есть такое понятие, как второе дыхание. И я вам точно могу сказать, что те дистрибьюторы, те лидеры, те регионы, которые будут продолжать делать действия, не уйдут с дистанции, и это касается и компаний в целом, потому что если оглянуться по сторонам, вы увидите, что даже есть компании, некоторые, которые ушли с рынка или приостановили свою деятельность в некоторых странах. Этого делать категорически нельзя, поэтому нужно продолжать идти, вот иногда вот на жилах, на зубах, на костях, пройти еще какой-то отрезок пути, делать эти действия и обязательно откроется второе дыхание. Это 100%, потому что это закон рынка, это не только закон физиологии в легкой атлетике, это закон рынка. рынок всегда идет сначала вниз, потом вверх, потом опять немного вниз, потом вверх, и сейчас мы прошли нижнюю точку опускания рынка. Сейчас рынок по-любому пойдет вверх, и вы это увидите. Мы с вами живем, мы уже много раз говорили, век перманентных, времена перманентных кризисов. Одни кризисы заканчиваются, другие начинаются, и те навыки, которые мы сейчас с вами приобрели на падающем рынке, вы увидите, насколько легко будет работать тем, кто не опустили руки в эти тяжелые месяца за последние 4-5 месяцев. И мы это видим буквально по последнему месяцу, по апрелю, апрель месяц совсем другой, хотя он всегда не самый лучший для продаж парфюмерии и косметики. Вы увидите, что апрель будет гораздо лучше, чем предыдущий месяц, следующий будет еще лучше, чем апрель, и так постепенно мы выйдем на серьезный объем. Здесь хочу еще к этой картинке сказать, что спортсмен всегда лежит по своей дорожке, четко вперед к результату. Вы представляете, что бы происходило, если бы вдруг на полпути спортсмен решил поменять дорожку, думая, что та соседняя получше. вот в такой картинке стоит задуматься о том, что нужно четко идти к своему результату, не бегать за цель и не метаться. Мы сегодня вот хотим несколькими вот такими слайдами немного раскрыть суть нашей с вами профессии. И начать хочу именно с того, что сетевик, профессиональный сетевик, это прежде всего профессия. Наш сегодняшний вебинар и все наше обучение посвящено профессиональным навыкам, личностным навыкам. И мы начинаем именно с профессиональных, потому что человек, который хочет серьезно создавать бизнес в сетевой компании, должен понимать, что он должен стать профессиональным сетевиком. Профессиональный сетевик создает многотысячные дистрибьюторские сети, заметьте, многотысячные, управляя, мотивируя и обучая их потреблять, продвигать продукт и строить бизнес организации продаж. И при этом получает пассивный доход с объемом потребления и продаж товаров или услуг компании. То есть пассивный доход возможен только при создании активной, действующей, работающей, многотысячной дистрибьюторской сети. А что же для этого делать надо? Дистрибьютор, получающий серьезный, регулярный, пассивный доход от своей сети, и мы еще раз резюмируем, управляет сетью от тысячи человек и выше. Если списочно у вас еще меньше, это значит, что вы в пути еще к выстраиванию организации и в распечатке. После этой цифры я рекомендую всем нашим лидерам, которых немного или много не устраивают чек или бонус или результаты, посмотрите свои распечатки, посмотрите количество активных или подписанных дистрибьюторов вашей сети. Если в вашей сети нет хотя бы тысячи человек, вы не можете претендовать на серьезные чеки. Начиная от тысячи человек, мы отрабатываем статистику, а статистика, причем это мировая статистика, статистика всех сетевых компаний абсолютно одинаковая. В какую бы компанию вы ни пришли работать, везде нужно подписать хотя бы сотню дистрибьюторов, в которых люди распределятся сами автоматически. Следующим образом. Из этой сотни, из каждой сотни вы получите около пяти лидеров, не больше, лидеров, которые продублицируют вас и будут заниматься организацией бизнеса. Человек 10-15 станут классными продавцами, это будут классные продавцы, люди, которым это приносит удовольствие, которые этим зарабатывают. 80% 80 человек из этой сотни, это будут потребители, это будут тусовщики, то есть не все из них тусовщики, но есть такая отдельная категория, она тоже нужна, они создают определенное настроение, особенно во время мероприятия. Это тусовщики, приверженные нашему продукту и приверженные компании. Когда мы говорим слово тусовщики, мы имеем ввиду, что это люди, это не со знаком минус, тусовщики в данной ситуации это с большим знаком плюс, это люди, которым интересно прийти в офис, это люди, которые при первой же возможности рекомендуют наш продукт и наш бизнес, это люди, которые посещают все наши мероприятия, это люди, которые при первой же возможности, если им нужно сделать подарок, они придут и купят наш продукт. Вот это тусовщики, и это абсолютно неплохой термин, это просто статистически 80% наших дистрибьюторов, из которых возможно потом появятся либо продавцы, либо лидеры, такое тоже возможно. поэтому важно понимать, для того, чтобы можно было сделать анализ работы своей структуры, для того, чтобы можно было сделать какие-то выводы, посмотрите сначала на количество человек в вашей структуре. И если структура насчитывает 200 человек, то о серьезных, о больших чеках говорить еще очень рано. Если человек только начал работать, только делает первые шаги в бизнесе и по прошествии нескольких месяцев говорит, что я еще ничего не заработал, то еще ничего не сделано. И заметьте, говорю вам абсолютно честно, это хорошая статистика, это очень хорошая статистика, к ней тоже еще нужно прийти. Но вот в среднем ситуация абсолютно в любой компании, независимо от продукта, ситуация раскладывается вот таким образом. Протестируйте себя в свою структуру. А сейчас мы хотим вам рассказать, напомнить сказку про курицу, которая несла золотые яйца. Все помнят эту сказку? Я вам очень вкратце ее сейчас перескажу. Когда неожиданно утром дед и баба нашли под курочкой золотое яйцо, счастья не было предела. Они не знали сначала, что же с ним сделать-то. И на радостях они должно было полежать, курочка бы выседела. На радостях они разбили в ожидании, что же там внутри. У них была курочка, которая им каждый день приносила золотое яйцо. И каждый день они приходили в курятник, брали одно яйцо, оно оказалось золотое. они сначала не поверили, отнесли ювелиру, ювелир, конечно же, подтвердил, что это чистое золотое яичко. И они каждый день вытаскивали золотое яичко. И таким образом, они из крестьян, то есть крестьянин стал достаточно богатым человеком, и ему стало мало. И он не захотел ждать, ему было интересно, как же там устроена эта курица, может быть, я и сам могу эти яйца внести. И этот жадный крестьянин взял и зарезал курицу для того, чтобы вытащить все яйца, которые очень быстро и срочно. Он сначала попросил курочку, мне нужно быстрее. Курочка сказала, нельзя быстрее, подожди. Нет, сказал крестьянин, я все равно сделаю быстрее. И он разрезали они эту курицу, и там, естественно, не оказалось ни одного яйца. И смысл этой сказки таков, что не надо резать курицу, которая несет вам золотые яйца, потому что внутри курицы мертвой нет никаких яиц. А реальная курица это наша с вами дистрибуторская сеть. При вложении своих сил и времени и правильных действий это та самая золотая курица, которая может каждому из нас нести золотые яйца, и многим она уже несет каждый день, каждый месяц в виде чеков, в виде бонусов, в виде подарков, в виде поездок. Поэтому если мы говорим об этом, это значит, что наша задача максимально открыть доступ в бизнес для потребителей, желающих строить бизнес рекомендаций и продвижения продукции. Мы очень часто эту фразу озвучиваем практически на всех наших вебинарах, и сегодня нам очень хочется сакцентировать на ней особое внимание, потому что это один из основных манифестов нашего бизнеса, это главное послание, потому что сначала необходимо ее вырасти, необходимо ее создать, нашу сеть лидеров, партнеров, продавцов, потребителей, и вот тогда, начиная с рамки директора, дистрибьютор начинает каждый, абсолютно начинает получать в среднем один доллар с каждого потребляемого флакона, проданного флакона в его сети. С каждого флакона, это просто... Это главный смысл, вообще суть маркетинг-плана, это по сути говоря, вот в этой фразе, посреди этого слайда, весь маркетинг-план компании, и это главная цель любого лидера, получать тот самый один доллар с каждой единицы проданной или потребляемой продукции его сетью. И в таком случае у нас с вами появляется возможность попасть в тот самый вожделенный квадрант Б, третий квадрант бизнес, когда мы можем уехать на неделю, на месяц, отдыхать, путешествовать или заниматься какими-то своими интересными делами, а бизнес при этом работает. Для этого нам с вами необходимо максимально открыть доступ в бизнес для потребителей, для желающих строить бизнес, для тех, кто хочет и умеет продавать, для тех, кто с удовольствием пользуется продукцией, продвигает ее и рекомендует своим близким. Страх, который одолевает очень многих. Страх, о котором мы слышим, когда мы говорим. поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого внутри есть вот этот страх, как вот, надо было в кавычки взять, очень многие сетевики говорят, ну что это мы всех будем подписывать, это будет перепись населения, и кто тогда будет покупать у нас продукцию. Есть такой страх? Если у кого есть, поставьте тогда плюсики, у кого такой страх есть. Вот это то, чего точно не надо бояться, и есть на то особые причины. Больше того, это не то, что бояться, это нужно делать, потому что цель переписи населения, а под переписью населения мы имеем ввиду подписать как можно большее количество дистрибьюторов, потому что подписание дистрибьюторского соглашения не дает гарантии успеха, это раз, а цель массового подписания новых дистрибьюторов, это всего лишь отработать статистику, о которой мы говорили, что на каждые 100 новых дистрибьюторов у вас будет 5 лидеров организаторов бизнеса, 10-15 продавцов и 75-80 потребителей приверженных продукции, и это значит, что 80% из тех подписанных может быть никогда особо не будут строить бизнес, вот это мы говорим под переписью населения, и точно так же, как каждый первый никогда не будет покупать продукцию, каждый первый никогда не будет подписывать контракт, и согласитесь, что в сетевые компании все-таки 80% людей, потребителей не идут, все-таки в сетевые компании по большому по счету приходят люди, желающие строить бизнес или зарабатывать на продажах, вы согласны с нами? Это абсолютно так, это абсолютно, поэтому здесь очень важно наоборот подписать как можно больше количества людей, потому что сетевик еще раз повторю, профессиональный сетевик это тот, который постоянно подписывает новых дистрибьюторов, это тот, который постоянно подписывает, обучает и мотивирует свою сеть, это тот, который постоянно расширяет круг своих знакомых, это тот, который постоянно учится, обучает своих партнеров, это мастер коммуникаций. Как только прекращается подписание в структуру, эта структура замирает, начинается стагнация. Необходимо подписывать всегда. Количество только отличается. Конечно, в самом начале необходимо подписывать много. На ранге уже золотой рубиновый директор уже можно выбирать, кого хочу, кого не хочу. И вот есть замечательная универсальная формула. Формула построения бизнеса, которая помогала мамам, на которой мы узнали, что же делая свои первые шаги в бизнесе, когда тоже огуревали эти страхи, что как же так? Нельзя же всех подписывать. Нельзя же всем предлагать. А все очень просто. Вот эта фраза, меняющая наше представление, меняющая нашу парадигму видения этого вопроса, вывел ее известнейший сетевик, человек, который дадится огромных успехов, огромного чека, такого чека, что ему даже запретили его разглашать. Роберт Баттлин в свое время сказал, запомните, МВ, ННВ, НЧС. Просто как матрицу, это приклейте, как магнит на лоб, для того, чтобы всегда об этом помнить. Некоторые будут, некоторые не будут. Ну и что? Следующий. Вот когда мы это четко понимаем, это не приводит нас в панику, что кто-то отказал или три человека подряд сказали нет, 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 не для меня. Мы абсолютно четко понимаем. Так, следующий, следующий, следующий. Не задерживайте, освобождайте место для тех, кто придет и кто будет моим полноправным партнером, полноценным партнером. Вот здесь хочется сказать отдельно, пояснить. Это не значит, что мы сортируем всех и бросаем всех. Это значит, что нужно дать информацию всем, чтобы люди приняли решение. Некоторые будут, некоторые не будут. Ну и что? Следующий. Но те, которые будут, как определить, кто перед нами? Лидер, дистрибьютор, который будет просто заниматься продажами или тусовщик-потребитель. Это видно по его действиям. Это видно потому, как человек в первый же месяц относится к продукту. Это видно потому, как человек в первый же месяц подписывает или не подписывает. Это видно потому, как человек в первый же месяц начинает какую-то активную деятельность. Если ваш дистрибьютор новый начал активную деятельность, это ваш партнер, с которым есть смысл начинать активно создавать бизнес. И, конечно, с этими людьми нужно делать, с ними нужно работать. Это не значит, что надо рожать побольше, а вот кто выживет. Нет, конечно, подписывать и работать, обучать этих людей, вести их. Поэтому резюмировать этот пункт, который мы сейчас проговорили, нам тоже помогает Роберт Киосаки, который говорит, что многие люди считают, что сбережение денег или пенсионный план, или покупка собственного дома – это разумные финансовые решения. При всей их важности для финансового благополучия они не дадут богатства, говорит Роберт Киосаки. Нужно покупать или в нашем с вами случае создавать активы, приносящие пассивный доход. Это говорят люди, заработающие многие-многие миллионы долларов. Поэтому потребительская сеть – это основной актив, приносящий нам пассивный, долгосрочный доход. Это та самая курочка, которую за несколько лет мы можем создать, и эта курочка начнет уже через полгода, уже через 12 месяцев, может приносить реальные золотые яли. А с этим придут и дома, и все остальное. Если вы не можете увидеть себя богатым, то никогда не сможете этого добиться. Это тоже фраза Роберта Киосаки. Перестаньте беспокоиться о том, что нет денег, о том, что никто не покупает. Начинайте думать о том, чего вы хотите, а не о том, чего боитесь. На рамке консультант-дистрибьютор начинает получать от 3 до 5 долларов за 15 единиц продукции, приобретенных другими людьми в результате его рекомендации. Не личных продаж, а рекомендации. Занимаясь прямыми продажами, и это уже 3-5 долларов, обратите внимание на стрелочку. Это уже тот самый первый камень в построении бизнеса пассивного дохода. И вот консультант, рекомендующий другим людям подписываться и потреблять, это человек уже одной ногой во втором квадранте. Хотя, занимаясь прямыми продажами, тот дистрибьютор, он же, да, он находится одной ногой еще во втором квадранте. Это тоже замечательно, что мы можем находиться одновременно в разных квадрантах. Но если мы хотим долгосрочного бизнеса, то умея продавать, занимаясь прямыми продажами, здесь важно понимать, что в нашей компании не обязательно самому много-много продавать. Очень важно самому уметь продавать, для того, чтобы научить продавать и пользоваться продукцией, и организовать бизнес других людей. Поэтому, продавая один флакон, с флакона мы зарабатываем 10 долларов. Но это 10 долларов, от которых зависит только от собственных потраченных усилий времени. А квадрант бизнес – это деньги, полученные от затрат и усилий структуры. И еще очень важный момент, на котором мы хотим сакцентировать ваше внимание, очень важно помнить. И об этом это сформулировал тоже великий сетевик Рэнди Гейдж. Мы с ним абсолютно согласны. 90% людей на Земле не умеют, не любят и никогда не будут продавать. Им приятна сама мысль о том, что нужно куда-то пойти, кому-то что-то продать. И я даже знаю хороших суперпродавцов, которые в начале своего пути тоже испытывали эти эмоции и чувства. Я сама такая. Но есть люди, которые это преодолевают, не те, что преодолевают, наоборот, происходит такая своего рода инициация, мы начинаем чувствовать кайф от этого процесса, не только деньги. Но 90% людей это не любят и не умеют, и не хотят этому учиться. Но есть оставшиеся 10%. Это продавцы от природы. Это люди, которые любят и умеют продавать. И никогда не упускают случая и возможности продать продукт, флакон, крем, заработать денег и получить при этом огромное удовольствие. Не нужно тащить за уши тех, кто не хочет этому учиться и не хочет это делать. Не нужно, они будут потребителями либо будут заниматься только построением сети, делая минимальный объем, необходимый по маркетинговому плану. И в то же время, и в то же время супер продавцы, которые умеют классно продавать, и они еще не насытились этим, не получили полный кайф от процесса продаж по полной, на все 100%, не нужно их сдвигать с этого. Пусть они наполнят этот резервуар, удовлетворят здесь все свои эмоции и амбиции на полную катушку. И очень часто те самые 90% людей, которые хотят зарабатывать, которые каким-то образом чувствуют тот самый пассивный доход, но приходя на презентацию сетевой компании или на презентацию своего потенциального спонсора, четко понимают, что приходи к нам, здесь нужно продавать. Тут нужно прямо идти и продавать, и только продавать. И в связи с этим вот этот самый анекдот, это абсолютно реальная картина, когда люди, не понимая смысла и сути сетевого маркетинга, объявления, ищут постоянную работу. Можно круглосуточную, можно на улице, можно без выходных, можно без перерыва на обед. Согласен на 5 долларов в день сетевой маркетинг, не предлагать. Вот это вот ту ошибку, которую многие из нас делают, когда мы приглашаем в свои сети только продавцов. Вот это большая-большая ошибка. Сетевая структура состоит не только из продавцов, и это очень важно. Поэтому нам с вами необходимо максимально открыть доступ в наш с вами бизнес для 90% потребителей, желающих пользоваться продукцией со скидкой до 35% и рекомендовать ее своим близким. Не бойтесь этого дела. Не все, так мне не верь, земной шар подпишем, остаются еще клиенты. Поэтому открывайте, открывайте доступ в бизнес для потребителей. Наша задача построить трубопровод и постоянно-постоянно расширять его диаметр. Наша задача на современном этапе дать информацию о продукции и бизнесе с компанией Indiege Holding как можно большему количеству людей. Чем больше людей от вас узнают о возможности сотрудничества, тем больше будет ваш трубопровод. Три уникальных возможности, которые мы должны донести до наших потенциальных партнеров, до всех, с кем мы соприкасаемся по жизни. Первая – экономия. Реальная экономия на потреблении. Это люди, которые являются приверженными нашему продукту. Вторая возможность. Заработок на продажах. Розничная прибыль в среднем от 40 до 50%. Это быстрый доход. Это быстрые деньги. Это пошел, продал деньги в кармане. И третья возможность. Доход от собственного бизнеса до 58,5%. Это очень серьезный доход. Это, конечно, уже для организаторов бизнеса. Это уже речь идет, что перед вами бизнес-партнер. Человек, который смотрит и нацелен на эту категорию. Вот наша с вами задача протестировать человека и показать ему все три возможности. Потому что очень часто, если вы суперпродавец, вы делаете акцент на том, как классно можно заработать на продажах. Смотри, вот, 10 блоконов продала, 100 долларов заработала, супер, все. А в некоторых регионах 200 долларов. А в некоторых 200. И человек, который сидит перед вами, понимает или еще не понимает. Он просто так думает. Он еще не знает. Поэтому надо это делать красиво. Подбирает ключ к его душе и сердцу. Но при этом он говорит, не, 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 не. Это не для меня. И вердикт сразу же выносится. Этот бизнес не для меня. Но он же может начать с того, чтобы быть потребителем и пользоваться продукцией с 35% скидкой. А дальше уже время покажет, в какую категорию он пользуется. Попадет, открывая для себя этот бизнес. Кто-то открывает дверь Настюши сразу, а кто-то потихонечку, увеличивая щелочку и постепенно попадая в новое для себя пространство. Что нужно делать? Каким образом делать то, что обычные люди умеют делать лучше всего? Когда мы в жизни получаем что-то полезное, что-то, от чего мы сами получили, пользу ли бы удовольствие, мы, у нас появляется, у нас, это абсолютно у всех людей, у нас появляется абсолютно естественное желание поделиться этим с кем-то, кому-то об этом рассказать. Вот сетевой маркетинг – это бизнес потребления, рекомендации и пассивного дохода. Поэтому попробовал сам, понравилось, расскажи другому. Расскажи о продукции, расскажи о бизнесе. А человек выберет сам, куда ему, в какую категорию, будет он нашим клиентом или будет он нашим партнером. Это уже вы будете чувствовать, именно чувствовать, даже люблю здесь говорить это слово, не понимать, а чувствовать, научиться это чувствовать, в какую категорию этот человек, в какую категорию он окажет. У меня к вам вопрос, глядя на этот слайд. А что делать тем дистрибьюторам, которым партнер, оппонент говорит, вот я попробовал, мне не понравилось. Напишите, пожалуйста, что делать тем дистрибьюторам, что вот им говорят, а вот мне не понравилось. Вот что делать в этой ситуации? Вот мы говорим, понравилось, порекомендовалось, а если не понравилось? Мы уже об этом говорили пять слайдов назад. Это так я на всякий случай тех, кто заснул, спрашиваю. Люди, просыпайтесь, поставьте какие-нибудь плюсики. Следующий. Супер, молодцы. Не понравилось? Следующий. И этих следующих очень много. Молодцы. Едем дальше. Я рад, что не все спят. Не спайте, ребята, нас ждут великие дела. Вот та самая очень любимая нами сказка про двух лягушат. Кто-то сегодня уже, я в чате видео упомянул, Анна, по-моему, а двух лягушат очень хорошо иллюстрирует ситуацию сегодняшнюю новую кризису, из которого мы уже очень здорово все набираемся. Одночку. Я бы хотел, прежде чем перейти к сказке, вот тут Нина из Саратова, наш новый, вероятно, дистрибьютор, пишет, многим не нравятся номерные духи, они там считают подделкой. Хотелось бы спросить, а что мы делаем с людьми, которые мне нравятся? Напишите, пожалуйста, специально для Нины. Как ей поступить в этой ситуации? Нина, внимательно, для вас. Вот не понравилась человеку продукция или не понравился бизнес, что мы ей рекомендуем делать? Ниночка, обратите внимание, следующий. Конечно. Людей вокруг вас очень много. Мы еще раз повторяем, не бывает плохого продукта. Есть продукт мой или не мой. Вы знаете, когда мы 15 лет начинали работать с номерным продуктом, номерных хмей, людей вообще был шок. У них мозги закипали, когда у нас занимало очень много времени объяснить, что такое номерных хмей. Сегодня это уже очень тема продвинутая и в Европе, не только на территории постсоветского пространства. Поэтому сегодня охватывает эта тема, все больше ее понимают, все больше к ней очень лояльно и очень здорово относятся. И мы буквально вот недавно мы были в Германии на выставке, мы совершенно обалдели от того, что если раньше в Европе еще тоже они этого совсем не понимали, и мы объясняли, что это очень актуально в странах постсоветского пространства. Сегодня это очень актуально. Швейцария, Горбегия, Германия, Испания. Это страны, в которых открываются все новые и новые магазины с номерной парфюмерией. Магазины. Главное – это то, во что вы верите вы. Вот это самое главное. Вот это то, из чего все будет дальше раскладываться в зависимости от этого. А очень быстро сказка про двух лягушат. Все же? Сейчас, одну минуточку. Я хочу еще эту тему закончить и объяснить, что когда кто-то тут написал сегодня, что очень многие люди не верят. А я вам хочу еще напомнить, что есть очень многие, и это миллионы людей на земле, которые вообще не верят в успех в бизнесе, не верят в успех в жизни, не верят в доброту и красоту людей. Поэтому нет смысла с этими людьми разговаривать. Вот это очень важный момент. Это сетевой маркетинг, который отражает нашу с вами жизнь не на 99, а на 100%. Едем дальше. Теперь сказка о лягушатах. Да. Очень актуальная сказка о двух лягушатах, которые попали в кувшин с молоком и понимая, что вот они тонут, не чувствуются дна под ногами, под лапками. И один лягушат, смотрите, как он сложил лапки и сказал, ну все, ну вот судьба такая, наверное, на роду мне так написано. Вот будем умирать. И пошел ко дну. Второй лягушонок сказал, нет, он верил в другое. Он же верил в то, что его ждут великие дела. Он сказал, я буду бороться до последнего, я буду бороться до последнего, пока хватит на их сил. И он бороться так энергично, что через время он почувствовал под своими лапками твердую почву, основу. Он взбил, он взбил масло и совершенно спокойно вылез из этого машина, выпрыгнул и остался живым, здоровым и счастливым. Вот это все очень жизненно, вот это все так и происходит, особенно в наше время, когда все происходит так быстро, когда мы получаем из Вселенной то, что мы в нее транслируем. Ведь мы и транзисторы, и приемники одновременно. Если мы посылаем одну мыслеформу, мы должны абсолютно, определенную мыслеформу, мы должны абсолютно четко понимать, что именно это мы и получим. Поэтому мы есть то, во что мы верим. Поэтому очень четко нужно отслеживать свои мысли. Да, Нина, вы молодец, вы молодец, что не стесняетесь задавать вопросы, всегда говорят, человек, который задает вопросы, значит, у него есть потенциал. Человек, который молчит и делает умный вид, значит, ну, либо он действительно все понимает, это тоже такой вариант есть, либо ему быстрее бы отделаться и куда-то побежать, либо начинает набивать шишки, которые можно не набивать. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Всегда говорю партнерам и детям своим, что ты не понял, спроси один раз, второй раз, да хоть пятый, десятый, главное почувствовать, понять, почувствовать и двигаться вперед. Поэтому для чего нам эта сказка? Эта сказка нам нужна для того, что наш главный ресурс это время, вложенное в бизнес и регулярные усилия и действия, направленные на результат. Вот сегодня абсолютно все вот в тот самый, вот когда пик кризиса, нужно вот быстро-быстро двигать лапками, быстро-быстро расшевелить этими лапками для того, чтобы взбить всю эту сегодняшнюю ситуацию в что-то реальное и выпрыгнуть из этого кувшина. И я вам точно говорю, это абсолютно реально. очень хорошая формула. Тоже метафора. Да, очень хорошая метафора в виде формулы, которую рекомендую себе куда-то перед глазами поместить для того, чтобы она вам часто попадалась на глаза и напоминала о том, что есть, посмотрите сейчас на эти цифры, если принять усилие за единицу и возвести в степень 365 количество дней одного года, то результат получается именно таким. Обратите внимание, если мы делаем 1,01, то это в 365 больше единицы. Чуть-чуть больше дожимаем, это уже 37,8. А если мы чуть-чуть, ну вот граммуречку не добираем, смотрите, 0,99 и результат нулевой, просто нулевой. И они добрали-то всего чуть-чуть, они делали-то всего чуть-чуть. В такие моменты обычно думают, да ладно, дочетают, да... Практически каждая единица. Как говорится, он меньше. Я практически все сделал. Вот нужно не в принципе, не практически, а дожимать, добивать, дотягивать, да доделывать. Ведь с математикой не поспоришь, а с жизнью тем более. Очень хорошая цифра, поэтому впечатлейте себе где-нибудь их. Ну вот это так. Вот мы в двух словах хотели еще раз напомнить. Мы даже не сомневаемся, что большинство из того, тут ничего нового мы вам сегодня наверняка не сказали. Мы просто хотели немножко освежить в памяти и еще раз сверить наш с вами компас, настроенный на успех, да, чтобы мы с вами мыслили и видели в одном направлении. И очень важно, особенно когда мы работаем с новичками, да, вот рекомендация, вот иметь большое-большое количество, мы это называем, там гирьки, да, аргументы, весомые аргументы нашего бизнес-предложения, вот комплект вот с маленькими такими весиками, гирьками, да, вот они должны быть золотые, для того, чтобы в процессе общения с новичком или в процессе общения с потенциальным клиентом или дистрибьютором была возможность на чашу, на нашу чашу весов класть все новые и новые гирьки. И вот мы их насчитали 14 направлений, которые есть у нас. И первое, это хотим начать вот, оно как бы последнее по времени, но первое, это предложение, сейчас с апреля месяца стартовала новая программа «Планшет в подарок». Это лидерская программа и заключается она в таком, это мы считаем, что это очень серьезный такой аргумент и для уже работающих дистрибьюторов, и тем более для новичков. Она рассчитана на 4 месяца. Необходимо. Что необходимо сделать за эти 4 месяца? Да, кроме всего прочего, чтобы потом я не забыла, если по выполнению этой программы, программа актуальна абсолютно для всех, независимо от ранга, абсолютно. И если вы новичок, то по выполнению этой программы вы получаете автоматический ранг менеджера первого уровня, независимо от того, хватает вам накопления или нет. Плюс планшетный компьютер 10 дюймов Samsung подарит. Здесь смотрите вообще, что интересно. Да, сначала проговорим программу, а потом сделаем вывод. В чём заключается этот промоушен, эта программа? Первый месяц вам необходимо подписать первую линию 5 активных новичков. Что значит активных, делающих наш минимум по маркетингу плана, ни больше, ни меньше. 25 баллов. 5 новичков, сделавших по 25 баллов, при этом личный объём должен быть не меньше 25 баллов. Таким образом, в первый же месяц вы формируете свою новую промо-группу на получение подарка, и объём этой промо-группы, групповой, должен составить всего 150 баллов, и вместе с вами это должна быть промо-группа, состоящая из 6 человек. Второе месяц. Всё очень просто. Дальше система 1 плюс 1. Вы лично должны подписать одного человека, и каждый подписанный вами человек в прошлом месяце, в первом месяце программы, тоже должен подписать по одному человеку. То есть это у нас, мы выстраиваем промо-группу. Первый месяц 5 человек в первую линию, во второй месяц все по одному. Вы одному одного, и ваши 5 человек по одному. Минимальный объём 25 баллов. Следующий месяц. И 300 баллов групповой объём этой промо-группы во второй месяц. Третий месяц. Всех по 25. Это минимальные цифры. Третий месяц то же самое. 1 плюс 1. Вы подписываете одного человека. И все люди, которые находятся в вашей промо-группе, которые вы подписали в предыдущие два месяца, тоже должны подписать каждый по одному человеку. И они должны быть активными, с минимальной активностью, минимум 25 баллов. Если больше, это только приветствуется, тем более, что для этого есть тоже отдельные программы, такие как старт новичка. Абсолютно верное мнение. Абсолютно умеется правильное замечание. Рекомендация, вернее. Для того, чтобы действительно с успехом и с лёгкостью пройти этот промо, подписывайте не ровно в 5, притык. Потому что, если в следующий месяц кто-то выпадет из рабочего состояния и не сделает 25 баллов, будет очень обидно. Поэтому подпишите 10, тогда у вас будет... И 20. Если это новая структура, то 20 человек в первый месяц подписать несложно. Да, вот Василий тоже написал 20. Это даст вам возможность спокойно и уверенно двигаться в эти 4 месяца, не думать, что кто-то может выпасть и надо что-то срочно предпринимать. Поэтому вспоминайте формулу 1.01. Делайте немножечко больше, чем нужно и за это вы будете вознаграждены. Всегда. Это такое жизненное правило, такое всегда срабатывает. Ну и 4 месяц у вас уже есть 24 человека сформированная промо-группа на подарок и эта промо-группа эти 24 человека 23 плюс вы должны сделать минимум 1200 баллов на 4 месяц и ваш личный объем должен быть минимально 25 баллов и вы получаете ранг менеджера 1 уровня если у вас его еще не было если вы уже на более верхнем ранге то вы автоматически закроете новый ранг это 100% при выполнении этой программы а некоторые могут успеть наверное закрыть и даже 2 ранга при желании и соответственно получаете дополнительно планшетный компьютер Samsung 10 дюймов в подарок обратите внимание хочу сакцентировать вас на одном моменте вы получите этот планшет в подарок но это не должно стать самоцелью да для кого-то будет самоцель подарок получить но для тех о ком мы сегодня говорим о людях которые хотят построить долгосрочный пассивный доход построить надежную долгосрочную сеть которая будет приносить бонусы каждый месяц долгие годы вам мы рекомендуем строить долгосрочную количество людей развивать структуру для того чтобы этот планшет был как побочный эффект просто как подарок дополнительно к тому увеличению бонуса который вы получите в результате этой деятельности за эти 4 месяца здесь получается очень хороший поддерживающий круг что это значит вы расширяете вы строите структуру вы сформируете свой актив свою активную работающую структуру вы работаете с этой структурой здесь уже все вы вкладываетесь в людей чтобы они увидели и поняли суть бизнеса чтобы они были активными и подписывали дальше в результате вы получаете активную структуру и как бонус планшет то есть есть мотивация вытекающая одна из другой а для того чтобы было легче промотивировать ваших новичков есть замечательная программа новичок по-моему она у нас на следующем слайде номер 2 именно для того что комплект гирик номер 2 да тут же для того чтобы здесь вы видите мы всегда самое главное всегда было для нас это выстраивание отношений в ракурсе выиграл выиграл мотивация отличается от манипуляции тем что мы показываем нашим партнерам какие действия необходимо делать в результате чего им будет очень хорошо нам всем вместе для того чтобы легче было промотивировать новичка на бизнес и для активного старта стартовая программа новичка первый шаг первый месяц она рассчитана на 3 месяца первый месяц сделай лично 100 баллов и получи подарок 20 мл два один мужской и один женский на выбор два флакона 20 мл при выполнении условий и получении подарков первый месяц вы переходите во второй месяц сделай лично 100 баллов личного объема и подпиши одного активного новичка активный 25 баллов минимальный объем и получи в подарок флакон 100 мл партнерной воды эйфория на выбор плюс крем для рук и третий месяц если вы выполнили условия второго месяца вы переходите на третий если сделаете личный объем 100 баллов и подпишите двоих активных новичков с минимальным объемом 25 баллов и получите в подарок один флакон 100 мл на выбор эйфория коллекшн один флакон 20 мл travel pack очень удобная форма для путешествий и полюбившиеся да и полюбившиеся плюс крем для лица дневной на выбор в зависимости от типа кожи обратите внимание программа новичка так и программа один плюс один планшет подарок создана именно так чтобы одна абсолютно укладывается в другую для того чтобы можно было подписывать новичков чтобы новички получали свои подарки и свои результаты и делали свои первые шаги а спонсоры могли участвовать в получении планшета едем дальше да речь идет с первого же в месяц старта то есть если человек заключил контракт и не работал потом начал уже эту программу здесь чтобы сразу же смотивировать новичков макпартии это речь идет о новичке следующая гилька у нас каждый месяц есть какие-то акционные программы скидки на определенные товары сейчас мы ввели еще одну акцию каждый месяц у нас будет один продукт продукт месяца продукт месяца апреля это индивный пилинг здесь абсолютно все логично весна это время обновления очищения хочется свежести хочется чего-то нового здесь индивный пилинг как нельзя лучше справляется с этой задачей срок годности у всей этой продукции он очень свежий вся эта продукция сделана август-сентябрь 2014 года тут еще полтора года срок даже больше конечно нет это не то что тут как выходит продукт он все хорошие цели для того чтобы популяризировать пользование этим продуктом и рекомендуем вам эту скидку доносить до клиентов тоже речь идет о том что и дистрибьюторская скидка и для клиентов скидка дайте им возможность тоже попробовать познакомиться с продуктом и это всегда возможность позвонить клиенту порадовать его сказать у меня хорошие новости у нас есть скидки это магическое слово которое так любим мы едем дальше четвертый аргумент программа экспресс-директор и программа экспресс-менеджер у нас практически каждый квартал прибавляется один-два новых наших экспресс-менеджера один-два новых экспресс-директора и это очень хорошо это радует еще раз хочу напомнить что это выполнение групповых объемов требуемых по маркетинг плану всего на 50% в месяц регистрации в компании то есть менеджер первого уровня должен делать 2500 баллов накопления но в первый месяц можно сделать 1250 и сразу стать М1 и получать 20% выплаты и директор должен накопить 5000 баллов но в первый месяц со структурой может сделать 2500 сразу закрыть рамк директора и получать бонусы из расчета 25% выплат это хорошая возможность для лидеров уже имеющих сети переходя из каких-то других проектов и компаний и этим уже воспользовались десятки наших партнеров пятый пункт и пятый аргумент это наш с вами замечательный маркетинг план и я с каждым месяцем не перестаю радоваться тому что мы все-таки работаем в этом маркетинг плане потому что наш маркетинг план не просто выгодный голословно это маркетинг план который дает возможность лидерам зарабатывать деньги согласно их вложенного труда это маркетинг план который не заставляет людей скажем так дает возможность абсолютно хорошие деньги получать за реальную деятельность еще раз повторю мы абсолютно реальная компания с реальным бизнесом и с реальным продуктом вот эти 6 пунктов в пятом пункте да наш с вами маркетинг план накопительный и несгораемый ранги закрываются один раз и навсегда и проценты и ранги закрепляются навсегда это пункт 2 постоянно сохраняется процент выплат пункт 3 высокие бонусные выплаты которые можно проверить только начиная получать невозможно то есть еще раз здесь хочу напомнить не рекомендую мягко говоря ободаться в маркетинг план с другими с лидерами других компаний невозможно никому ничего доказать если человек хочет уйти из своей компании он уйдет если не хочет он всегда вам будет рассказывать что ваш маркетинг выгодный или точнее невыгодный поэтому когда люди начинают бодаться в маркетинге это ни к чему еще никогда не приводило поэтому здесь важно показать и если человек профессиональный он четко увидит разницу доступность минимального личного объема у нас всего 25 баллов это очень важно и самое главное бонусы наши дистрибьюторы получают наличными деньгами очень много компаний делают немного по другому мы принципиально требуем со всех дистрибьюторских центров получать бонусы чтобы дистрибьюторы выдаваться дистрибьюторы получали бонусы деньгами если они того пожелают человек должен иметь право получить свои деньги наличными а если человек хочет купить продукт и он ему нравится то человек его будет покупать за бонусы или за деньги и наша задача не стоит заставлять лидеров за бонусы выкупать товар товар должен быть качественный чтобы люди хотели его покупать для себя для своих близких и для своих клиентов и это главная задача компании качество качество и еще раз качество и шестой пункт что наш маркетинг план сбалансирован таким образом что выгодно и новичкам и среднему звену и директорам и самым верхним топ лидерам конечно же основные деньги зарабатываются во второй части маркетинг план шестой пункт дополнительная премия стабильность которая не входит в эти 58 с половиной процентов заметьте это очень важно эта премия выплачивается отдельно с прибыли компании и не входит в маркетинг план независимо сколько раз каждый месяц вы можете подтверждать ранг директора и получать 100 долларов серебряный директор в месяц квалификации 200 и потом в подтверждение любой месяц 150 дополнительные премиальные выплаты к бонусу золотой 300 и 250 рубиновый 400 и 300 бриллиантовый 500 и 400 и советник президента в любой в месяц квалификации 700 долларов дополнительная премия к бонусу и любой месяц подтверждения дополнительные 500 долларов дальше седьмое седьмая нитка премия за закрытие высших рамгов компании индига за закрытие рамки советник президента дистрибуток получает страховой полис пенсионный фонд как мы его называем пенсионный фонд на сумму 20 тысяч долларов по срокам действия на 5 лет от одной из крупных страховых компаний за эти 5 лет компания выплачивает этот полис естественно при условии сотрудничества с компанией в течение этих 5 лет вы получаете 20 тысяч долларов плюс проценты начисленные страховой компании по-моему хорошее пенсионное страхование дальше есть у нас самый верхний ранг называется дважды советник президента это бизнес партнер у которого 16 директоров в первом поколении и хотя бы 2 2 ветки в первом поколении имеют глубину квалифицированную глубину 5 уровней заметьте нет лизинг не кредит компания таким дистрибьютором таким лидером дарит автомобиль стоимостью 30 тысяч долларов при выполнении этих условий это был восьмой пункт девятый наши с вами бизнес инструменты или наши бизнес инструменты плюс брендбук у нас с вами есть замечательные тестеры при которых мы тестируем парфюмерию наши каталоги наши буклеты недавно вошел очень серьезный инструмент который я еще раз призываю используйте его в работе с новичками в работе со структурой план успеха в плане успеха абсолютно подробно прописаны маркетинг план все акции все условия все квалификации все что есть в компании для дистрибьюторов все прописано в плане успеха не забывайте о его существовании это очень серьезный инструмент который дает возможность сразу же познакомиться со всеми нашими программами каталог каталог бумажный и каталог онлайн который очень удобно в форме ссылки разослать своим знакомым отправить посмотри полистай одну минуточку напоминаю еще раз объявляю всем дистрибьюторским центрам уже два месяца план успеха входит в стартовый набор центральный склад отгружает всем складам по странам план успеха в стартовые наборы если вы недополучили требуйте со своих дистрибьюторских центров дистрибьюторские центры пусть требуют центральных офисов страны вы все это получите если в Украине этого нет требуйте со своего центрального офиса вы получите запрашивайте вы получите все что вам не хватает все получите обязательно все отправим план успеха входит в стартовый набор у кого нет вы все дополучите фиксируйте вам все отправят наш официальный сайт рекомендуем не забывайте его посещать всегда вывешиваем все новости всегда информация о предстоящих мероприятиях и событиях фотографии и вот задавали вопрос насчет личного кабинета он обязательно будет дело в том что это связано это надо засыпать с нашей программой единой учетной системой онлайн базы и это необходимо менять не знаю там какое слово правильное сервер железо как это выливается но в общем нам предстоит серьезная работа в этом направлении уже это все готовится просчитывается и все в работе поэтому это обязательно будет я не могу вам сказать что это будет через месяц я не могу вам точно сказать но это все в работе и это обязательно у нас будет еще раз хочу обратить внимание на работу через сайт на сайте есть абсолютно вся ну если не прямо вся 100% 90% абсолютно всей прозрачной информации о компании и о бизнесе компании и о дистрибьюторском лидерском бизнесе у нас есть абсолютно все для того чтобы работать через сайт то что у многих компаний их дистрибьюторы получают через так называемые онлайн кабинеты у нас это тоже будет но у нас есть онлайн программа которая работает 24 часа в сутки и по запросу в вашем дистрибьюторском центре или у своих верхних спонсоров каждый лидер ну как минимум начиная с менеджера даже третьего уровня может получать распечатку на свою структуру по текущему месяцу хоть каждую неделю но и каждый месяц никакой проблемы нет вся информация которая есть в базе компании вы можете получать через дистрибьюторские центры на электронный адрес или через своих спонсоров у нас абсолютно прозрачная информация онлайн база работает круглосуточно доступ к онлайн базе есть у всех лидеров и у всех дистрибьюторских центров постоянно поэтому никакой проблемы с прозрачностью информации в течение месяца и по закрытому месяцу нет да вот действительно я здесь поддержу Женю активизируйте в соцсетях это наш общий эгрегор это наш общий посок наш общий энергетический вектор давайте будем вместе его наполнять добавляйтесь кто еще не добавился в наши группы в соцсетях они называются индиго аромат успеха везде и вконтакте и в одноклассниках и в фейсбуке добавляйтесь если вы еще не в группе и активничайте если вам какой-то продукт нравится напишите если вам есть чем поделиться после поста выложенного в группе оставьте свой комментарий это создает определенную жизнь да эти вопросы мы спросите у спонсора есть вопросы которые отвечают на презентацию есть спонсора есть вопросы которые мы здесь будем разбирать но вопрос по косметике вот это по нашей части обязательно это все уже в работе и расширение линии и декоративная косметика тринадцатый аргумент да это система онлайн обучения я бы даже сказал система онлайн и оффлайн потому что мы с вами в этом году начинаем очень активный процесс создания реального живого обучения лидерского обучения еще раз повторю что главная задача компании с точки зрения построения дистрибьюторских сетей это создание и развитие лидерства очень много сил и средств мы уже начинаем тратить и будем всегда тратить на то чтобы развивать лидерство профессиональных лидеров выращивать профессиональных лидеров и максимально способствовать развитию наших лидеров профессиональному и личностному ну и конечно же онлайн обучение которое является отражением всей системы обучения оно у нас еще не регулярное но я думаю что в этом году мы уже устаканим регулярно ну и 14 такой мощный мощная такая гиря золотая это наши с вами квалификационные программы которые тоже не входят в маркетинг план это программы выплачиваемые сверх маркетинг плана с прибыли компаний что очень важно это не входит в нашу баловую составляющую все это оплачивается за счет прибыли компаний у нас их несколько такие как конечно же самое главное самое любимое граф парфюмерное сердце Франции и я напоминаю вам дорогие коллеги что сообщаю вернее не напоминаю мы уже говорили об этом ввиду опять-таки того что было сложновато эти месяца мы уже становимся все лучше и лучше мы в качестве бонуса добавляем еще один месяц обратите внимание на слайд здесь указано что квалификационный период в 15 году 14-15 ноябрь 2014 по апрель 2015 мы добавили еще один месяц май включен в квалификационный период так что вперед дожимайте добивайте мы скоро на сайте будут вывешены данные за март сколько очков добавили по марту и вы сможете четко себе понимать что необходимо сделать за еще оставшийся апрель и добавленный май дожимайте никогда не опускайте руки Франция ждет вас всех вас дальше квалификация индига холиды зимний отдых 2016 года это групповая поездка на отдых в Египет я вас поздравляю она началась в апреле вот буквально в этом месяце стартовала квалификационная программа зимний отдых в апреля 2015 по сентябрь 2015 6 месяцев вперед включайтесь сейчас самое время и в январе 2016 поедем отдыхать в Египет поедем заряжаться пирамидом на 8 дней следующая квалификация чемпионы продаж индигу люди которые любят умеют и много продают продукции нашей компании отдельно дополнительно в конце года будут отмечены и между ними будут им будут выданы по рейтингу самым лучшим продуктам 5 подарков первое место ноутбук второе место ноутбук мобильный телефон или томшет третье место цифровая камера четвертое место и цифровой фотоаппарат получит человек дистрибьютор продавший продукции больше всего и занявший пятое место так что если вы хороший продавец включайте дожимайте еще до августа работает эта программа для начинающих лидеров те кто еще не делает большие объемы которые не могут в этом году претендовать на францию потому что в следующем году могут поехать потому что те кто были в прошлом году из рейтинга выпадают те дистрибьюторы которые поедут во францию в этом году на следующий год выпадут из рейтинга для того чтобы была возможность побывать на фабрике во Францию наших партнеров большому количеству наших дистрибьюторов соответственно бонус-клаб то есть можно трансформировать баллы в очки и выбирать себе тоже подарки. В конце прошлого года мы уже раздали много таких подарков, и я надеюсь, что в этом году мы раздадим еще больше. Дальше, следующая программа «Молодежное движение». Нам очень хочется, чтобы к нам приходили как можно больше не только уже зрелых дистрибьюторов, уже опытных, но и наша молодежь. Подрастающее поколение, поэтому для них более льготные условия выполнения квалификаций, победители ждут каникулы на Кипре, а те, кто сделают немного меньше, от 100 очков до 350, это тоже могут быть и айфон, и ноутбук, и цифровая видеокамера, и смартфон, и плеер. Пожалуйста, делайте очки, зарабатывайте бонусы, стройте сеть и получайте дополнительные подарки. Собственно говоря, вот это мы насчитали 14, комплект из 14 таких золотых гирек, наших с вами аргументов в бизнесе, которые позволяют нам сделать универсальное, прекрасное бизнес-предложение для абсолютно огромного количества тысяч, тысяч, десяток, сотен тысяч людей, живущих в наших с вами странах. И в завершение хотим сказать, что помните, каждый из нас, каждый из вас уникальный. Никогда не было и не будет такого человека, как вы. Всё в ваших руках, всё зависит только от вас. Есть в жизни место чудо, всё зависит от того, как многое вы готовы для этого сделать. Мы идём к самым большим вершинам. Нам нужно очень много, потому что у нас большие планы. Мы хотим менять этот мир и не ждать, пока произойдёт что-то, придёт кто-то и сделает что-то. Если ваши желания в этих направлениях с нами совпадают, значит, вы в правильном месте, с правильными, с нужными вам людьми. Мы хотим всем вам пожелать сил, здоровья, веры, веры в себя, веры в жизнь, веры в окружающее, в окружающее всё, и людей, и природу, и Вселенную. Мы хотим пожелать вам любви, успехов и процветания. Помните, мы делаем чудо своими руками. Если есть какие-то вопросы, задавайте, ответим. Только, пожалуйста, по теме, а не по поводу того, надо покупать тестерную папку или нет. Спасибо, дорогие друзья. Мы тоже очень чувствуем, буквально чувствуем, вот ваши вибрации, бьющие с экрана. Мы, Сашенька Лебедева, поздравляем, солнышко, наших молодых мамочек, наших серебряных мамочек, Александра Лебедева, Наталья Соловьёва, Спелочка Мордаль. И в ожидании нашей Евгения, солнышко, мы тебе желаем, чтобы всё прошло самым-самым и лёгким, и наилучшим образом. Посылаем тебе энергию. Всё, всем спасибо, всем счастливо, удачи вам. До встречи.